15 февраля 2013 года. Камеры наблюдения, установленные внутри и снаружи уральской молнии, сначала фиксируют яркую вспышку света, а через 30 секунд здания сотрясают мощные удары. В это время только закончилась очередная тренировка. Оставшиеся сразу же начинают покидать арену. Некоторые еще даже не успели снять коньки. Огромное табло падает на лед. В это же время прогибаются балки под крышей. Снегом снаружи засыпает дворника. Но этого не видят работники кафе, которые спешно покидают помещение. Когда чуть проясняется, и дворник покидает опасное место. События развиваются очень быстро. Спортсмены и работники дворца за полторы минуты выбегают на улицу. Видимо, сказываются организованность и подготовка. Ни паники, ни страха, ничего не было. Но потом весь ужас пришел, когда оценили разрушение. Фасад ледового дворца частично разрушен. Панели вмяты. Внутри разбито электронное табло. Одна из балок упала на лед. Хорошо, что именно в этой части, в момент обрушения, уже никого не было. Осмотреть место происшествия лично приезжает министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и губернатор Михаил Юревич. Директор молнии Денис Лопатышкин лично показывает объем разрушений. Срезало болты. И вот эти две балки, вот одна, вторая, они просто упали в них. Все металлоконструкции были деформированы так, что даже не поймешь, каким образом эта волна здесь проходила. То есть реально вот эти вот фермы, которые держат кровлю этого дворца, были скручены просто... скручены. Проводить тренировки в здании Уральской молнии было невозможно. Требовалась серьезная реконструкция, но вопроса, вкладывать в нее деньги или нет, не стояло. Дворец, названный в честь легендарной челябинской спортсменки Лидии Скобликовой, решили восстановить, выделив на это дело столько денег, сколько понадобится. Время реконструкции Но конструктивное решение было найдено. Решено было установить специальные поддерживающие конструкции. Первые конструкции завозить начали уже в апреле. Подготовка арены, там укладывали покрытие специальное, чтобы не повредить плиту. И краном ставили эти конструкции. Активная реконструкция пошла уже в мае месяце. Именно с этого момента начинается фиксация работы. Первым делом нужно было заменить целых шесть нижних балок потолка, надежно укрепив силовые элементы. Для того, чтобы заменить вот эти вот нижние элементы потолка, нужно было снять напряжение вот с той большой балки, которая проходит в самом верху. Для того, чтобы это сделать, специалисты двумя домкратами с двух сторон немножко приподнимали эту балку и сняли напряжение. Только после этого начался процесс замены вот этих нижних балок. Конечно, до начала работ лед убрали. В здание заезжала крупногабаритная строительная техника. Вот виден кран. Параллельно менялись фасадные плиты. Когда разобрались с потолком, пришло время самой важной части уральской молнии. В процессе реконструкции строители улучшили и плиту, на которой замораживается лед. Раньше она была просто бетонной, но в ходе работ ее покрыли специальным полимерным материалом, который позволяет ей быть более прочной, служить дольше и, естественно, заливать на ней более качественный лед. Вот мы с вами видим, как монтируется новое современное табло. Покрывается полимерным материалом бетонная плита. Теперь она не будет разрушаться под воздействием вечного холода. Параллельно улучшается и яркость разметки. Она становится более современной и выразительной. Заливается лед. Устанавливаются бортики в хоккейной коробке. Благодаря новым технологиям история внезапного разрушения и восстановления уральской молнии превратилась в занимательное кино, которое наверняка станет одним из артефактов Музея истории конькобежного спорта в Челябинске. И вот наступил день 20 сентября 2013 года. Ледовый дворец открывают во второй раз за его историю. Присутствующие не скрывают радости. Были разработаны совершенно уникальные технологии по восстановлению поврежденных металлоконструкций. И в конечном итоге за счет резервного фонда областного бюджета в сумме 81 миллион рублей работы все были завершены. Спортсмены и тренеры оценили новое качество льда, ну и конечно усовершенствованное табло тоже. Табло, которое также упало в результате взрывной волны, ну уже было не таким современным, как и табло, которое мы видим сегодня. В ходе реконструкции строителям удалось не только восстановить былые функции ледового дворца, но и усовершенствовать многие технические моменты. И это, если можно так сказать, омоложение, действительно пошло на пользу многим спортсменам, получившим прописку в Уральской молнии. У нас же здесь занимаются две муниципальные школы, здесь у нас шорт-трек, здесь у нас керлинг, здесь у нас готовятся наши пара олимпийцев по керлингу, которые показывают очень хорошие результаты. Ну и предолимпийский год, подготовка конькоберцев к Олимпиаде тоже будет здесь. И, конечно, любой гость или житель нашего города сумеет оценить добрые перемены, произошедшие благодаря не очень приятному событию. Массовые катания по-прежнему проводятся в Уральской молнии по вечерам и выходные дни. Внимание! Объявляем перерывы для подменовки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok